Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня по многочисленным запросам наконец-то показываю свою коллекцию украшений. Хранится она у меня вот таком вот сундучке. Открывать его сейчас не буду, давайте тогда приближу и покажу все сразу подробно. Вот таким вот образом выглядит сундучок, в котором я храню свои украшения. Очень мне нравится, что он открывается здесь сверху. Здесь сбоку такие ленточки, которые не дают крышке упасть. И очень классное тоже то, что выдвигается такой ящичек с отдельными такими отделениями. Начну сверху. Никакой системы здесь особой нету, просто как накидала, так и лежит. Первое это вот такие вот часики, какие-то обычные дешевые часы. Просто их купила для того, чтобы носить летом как красивый яркий аксессуар. Также здесь вот такое вот украшение из бисера. Заказывала его онлайн. Очень красиво, качественно сделано. Я очень довольна и классно. Он подойдет в основном, конечно, для какого-то вечернего выхода. Это украшение вы уже тоже видели. Оно тяжеленное, конечно. Купила я его в магазине Century 21. И очень-очень довольна. К нему еще идут сережки. Тоже покажу потом отдельно. Также тут вот такой вот деревянный плетеный браслетик. Купила его на лето к одному моему такому платью немножко этническому. В общем, будет здорово смотреться. Тоже стоил какие-то копейки. Также онлайн заказала вот такой вот браслетик с какой-нибудь белой футболкой, с белой моей сумкой. Она тоже с такими золотыми какими-то украшениями. В общем, будет здорово смотреться, я считаю. Это украшение, такие бусы, я привезла еще из Эстонии. На самом деле, я, уезжая из Эстонии, избавлялась от большей части украшений, но вот от этого не смогла, потому что очень люблю. Сейчас запутанно, не буду там стараться распутать. В общем, идут через раз вот такие вот большие бусины и вот такие прозрачные. Также из Эстонии привезен вот этот вот мой любимый браслет. Тоже тут всякие разные бусины. Очень-очень классная такая штука. Здесь уже купила в Forever 21, когда гуляли с подружкой. Вот такое вот украшение. Тут какие-то сердечки, маленькие листики такие навешаны, и оно открывается, но внутрь я пока ничего не положила. Еще вот такая вот подвеска в виде какого-то такого сундучка. И когда этот сундучок открываешь, то внутри на цепочке висит такая маленькая табличка, и на ней написано Love. Вряд ли вы отсюда что-то разглядеть, ее даже в реальности очень тяжело разглядеть, но интересная такая подвеска. Здесь же у меня вот такие вот часики. Они, по-моему, даже открываются. Да, они открываются. Купила, по-моему, на ebay. В общем, вы там их легко можете найти, там куча разных форм есть. Вот такое вот, такие сердечки я видела, по-моему, у Ковки тоже. Я заказывала тоже, по-моему, на ebay, но почему-то, не знаю, редко ношу. Одно из моих любимых украшений это вот такой вот круг. Усыпан камушками, там стразиками. Достаточно короткий, очень-очень мне нравится. Ну, и здесь обычные такие бусы из искусственного жемчуга. Редко надеваю, но я считаю, что это такое украшение, которое должно быть у любой девушки. Здесь мое последнее приобретение. Вот такое вот здоровенное кольцо. На руке оно выглядит вот так вот. Извиняюсь, у меня здесь свотчи. Да, в общем, вот такое. Оно достаточно тяжелое, но, тем не менее, очень круто смотрится. В этом отделении уже крайне у меня в основном хранятся либо большие кольца какие-то, либо украшения, которые все-таки сделаны из каких-то драгоценных металлов или камней. В общем, первое это мои часики. Я вам их уже показывала, муж подарил их на Рождество. Мне это Swatch. Swatch Skin модель. Вот такое вот тоже крупное колечко. Купила его в Century 21. Очень-очень люблю такие крупные кольца. Еще одно колечко. Вот такое вот. Тоже на весну, на лето. По-моему, классная штука. Еще одно колечко вам покажу. Вот такое вот тоже. И еще, по-моему, последнее кольцо уже. Вот так вот оно выглядит. Дальше я уже не знаю, как там. Наверное, не буду останавливаться. В общем, здесь такая подвеска есть на цепочке. Это серебро. Вот такие вот серьги. Не знаю, как вам будет видно. Серьги с топазами. Они были у меня в ушках, когда я выходила замуж. Вот такой тоже топазик кулон. Тоже выходила в нем замуж. Вот такие вот. Не могу найти вторую сразу. В общем, вот такие вот серьги-капельки. Это мне муж подарил на 8 марта, по-моему. Нет, на 14 февраля. Это сережки от Сваровски. Тут же лежит обручальное кольцо. И как? Wedding ring и engagement ring. Мыла посуду, поэтому их снимала. Цепочка. Сережки к тому круглому украшению, которое уже показывала вам. Недавно вот приобрела себе вот такие вот серьги. Это тоже капелька. Очень люблю форму капелек в камнях. И это фианит, по-моему. Такие вот серебряные сережки-подвески. Еще одни серебряные сережки тоже. Кулончик. Еще кулончик. Вот такое вот классное кольцо. Это изумруд. И оно досталось мне от моей мамы. Маме досталось от бабушки. Бабушке досталось от прабабушки. В общем, я его подарю потом своей дочери. Колечко серебряное. Крестик с цепочкой. И вот такой вот кулончик. В общем, там все осталось уже не парное, которое я уже вам показала. Теперь покажу, что находится в нижних ящичках. Здесь, как правило, хранится то, что я реже одеваю. Вот, например, такие сережки-перья. Белые вот такие вот часики с камушками. Потом очень классные такие браслеты из искусственного жемчуга. Ну, в смысле, из бусинок под жемчуг. Вот такое вот классное украшение. Это подвеска. Мне подарила моя коллега бывшая. Сейчас постараюсь распутать. Вот так вот выглядит оно. Очень-очень мне нравится, что разного размера бусины. И, в общем, очень красиво, по-моему, смотрится. Здесь уже такие затасканные мои черные часики. Я не знаю, почему не выбрасываю, потому что они уже совсем потеряли товарный вид, поэтому там внизу и лежат. Тоже какие-то спутанные. Вот такая вот подвесочка. И вот такая вот бусина под жемчуг с бабочкой. Такие же сережки. Тоже бусинка и бабочка. К тому синему украшению, которое я вам уже показывала, вот такие вот сережки идут. Еще одно крупное колечко. Так, я боюсь, я его сейчас не сниму, поэтому ладно, оставлю на пальце. Вот такой вот кулончик на черном ремешке. Купила как раз недавно для лета. К нему шли вот такие вот сережечки. Вот такое вот колечко в виде лисички. Мне кажется, кто ползает иногда по ebay в поисках украшений, обязательно видел уже такие. К тому же этническому платью я купила вот такие вот сережки. Это ленточка, которая связывала раньше браслеты вот эти под жемчуг. Также хранится тут. Просто такая заколка, как шпилька. Вот одни из любимых моих сережек. Такие вот лепестки. Очень-очень легкие, удобные, супер просто. Какие-то тут мелкие такие сережки. Такие вот янтарные из, по-моему, Литвы мне привезли в подарок. Вот такие вот двое сережек. Одни сережки, точнее. Вот так вот выглядят. И такие же кругляшки, но уже просто обыкновенные. К ним же, конечно, есть кулончик. Вот такие вот сережки в виде птички. Маленькие такие черные сережки, которые шли к украшению из бисера, который я показала вам вначале. Тут вроде бы все уже. И здесь лежат украшения, которые в основном серебряные какие-то, которые я по неким причинам не ношу больше. Вот такие вот сережки. Подвеска из Египта, наверное, у большинства она есть. С моим именем. Вот такие вот сережки тоже серебряные. Вот очень классный такой браслет. Еще серебряные сережки. Сережка в пупок такая с топазиком. Тут цепочка с кулоном, который мне подарила моя подруга и мой друг, когда я уезжала из Эстонии. Еще кулончик из Египта, наверное, тоже у многих такие есть. Браслетик, который мне друг дарил когда-то давно, на из-за рождения. Колечко. Сломанные сережки, к сожалению, отломался у них гвоздик, но я их просто обожаю. Не знаю, надеюсь, что я их когда-нибудь смогу починить. Вот такие вот сережки-колечки. Надо их почистить. Такие вот сережки, как вишенки. Какое-то старое-старое золотое колечко. Золотые сережки. И крестик. Как вы видите, я в основном люблю все-таки либо серебро, либо белое золото. Желтых украшений у меня достаточно мало. И последнее приобретение. То есть подарок любимому мужу на 8 марта. Вот такой вот кулон, подвеска от Сваровски. Очень-очень красиво и отлично подходит к сережкам, которые я где-то тут уже закопала. Ну, в общем, я вам их показывала. Верхний камушек белый и нижний синенький. Такой же, как в сережке. Ну вот и все. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за внимание. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok